МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Причин пока не называют. Первый заместитель губернатора Ямала ушел в отставку. Угодил под КАМАЗ. Сегодня на загородной трассе произошла серьезная авария. Все подробности с места событий. Откуда вы ехали? Я уже не помню. Грациозные пазы, завораживающая пластика и спортивный азарт. В ноябрьске прошел праздник танца. Первый заместитель губернатора Ямала Евгений Мискевич собрался в отставку. Однако эту информацию пресс-секретарь первого зама главы региона не подтвердила, но и не опровергла. Ссылаясь на то, что официальных документов, которые подтверждают увольнение Мискевича, пока нет. Сегодня начал работу новый официальный сайт правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Среди нововведений сайта библиотека, в которой можно быстро найти все архивные данные по решениям, законопроектам правительства, по работе министров, премьера и его заместителей. Кроме того, с главной страницы сайта в один клик доступны базовые документы стратегического планирования, в том числе основные направления деятельности правительства на период до 2018 года, государственные программы, планы мероприятий по достижению целевых показателей социально-экономического развития и другие важнейшие материалы и документы правительства. Открытие нового сайта приурочено к годовщине формирования Кабинета министров Дмитрия Медведева. Тюменские парламентарии недовольны темпами реализации программы сотрудничества, как сообщают в пресс-службе Областной Думы. В прошлом году на эти цели было запланировано 40 миллиардов рублей, а фактическое исполнение составило только 76%. Депутат Тюменской областной думы, начальник Департамента регионального развития компании «Газпромнефт» Сергей Белкий отметил, судя по темпам исполнения программы в текущем году, скорее всего, снова будет отставание от плана. А это недопустимо, ведь сотрудничество затрагивает интересы жителей сразу трех регионов Тюменской области, Ямала и Югры. Поэтому, по мнению Сергея Белкея, парламентариям необходимо вмешаться в процесс и разработать механизмы регулирования исполнения программы. Должен быть выработан механизм, который бы нас превратил из сторонних наблюдателей, в людей, которые могут влиять на процесс. Когда ежегодно идет, в принципе, не исполнение программы сотрудничества, а эта программа направлена именно на жителей региона, то это совсем неправильно. Представители губернаторской сотни представили Дмитрию Кобылкину идеи народосбережения. Проанализировав социально-экономический потенциал региона, его стратегические инфраструктурные проекты, они предложили рассмотреть путь приумножения населения Ямала за счет патриотов Арктики. Увеличение численности населения в регионе авторы инициативы видят за счет естественного прироста мотивации молодых специалистов на работу в постепенном уходе от модели вахтового метода и привлечении на Ямал качественно нового, высококвалифицированного человеческого капитала. Предложенная идея главой региона одобрена. Сегодня на загородной трассе Ноябрьск-Вангапуровский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. «Шевроле Нива» угодило под КАМАЗ. На месте событий побывала Ксения Епишева. Ей слово. Откуда вы ехали? Я уже не помню. Не помните? Проблемы с памятью у мужчины возникли, вероятно, после изрядной дозы выпитого алкоголя. Судя по запаху, водитель незадолго до аварии употреблял спиртное. Собственно, сам он это не отрицает. Пили сегодня? Да. А зачем вы за руль сидели? Я сидел за рулем. Вы не сидели за рулем? Нет. А кто был за рулем? Товарищ. Нетрезвый мужчина слукавил. За рулем Нивы, по словам свидетелей, которые и помогали ему с товарищем выбираться из искореженной машины, находился именно он. Как это, если не было? Если пассажира увезли за рулем, кто был тогда? Конечно он был. Я ехал сзади, ничего не знал. Не-не-не, он был за рулем. И он что, не увидел вас или как-то в эту большую машину? Не знаю даже. Ничего не могу сказать. Просто врезался? Просто прямо тупо в нас въездил и все. Ниву хорошенько зажало под прицепом КамАЗа. Инспекторы не исключают, что пьяный водитель «Шевроле» сильно превысил скорость. Об этом говорит довольно большой тормозной путь. Сам он пострадал незначительно, а вот его приятель, который, кстати, тоже, вероятно, был на веселе, получил серьезные травмы. Пассажир автомобиля «Шевроле» получил телесные повреждения, был доставлен бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу. Водителю автомобиля «Шевроле» оказана помощь на месте. Вообще тот факт, что сам водитель и его пассажир остались живы после такого удара – настоящее чудо. Возможно, после такого урока судьбы этот мужчина больше не сядет за руль в нетрезвом состоянии. Хотя даже трезвому сесть за руль ему удастся не скоро. Вероятнее всего он будет лишен водительских прав. Ксения Епшева, Виталий Харченко. Новости нашего города. И спустя несколько минут в Ноябрьске случилось еще одно ДТП. В нем пострадал мотоциклист. Все произошло в районе аэропорта. На крутом повороте машину занесло. Сотрудникам ГИБДД мотоциклист пояснил, что двигался он со скоростью 55-60 км в час. Но во время маневра задним колесом выехал на обочину и машину повело. С многочисленными переломами молодой человек доставлен в больницу. Госавтоинспекторы говорят, что все могло бы быть гораздо хуже, если бы встречная полоса не была свободной. Жизнь молодому человеку спас шлем. Накануне вечером на перекрестке улиц Холмогорска и Космонавтов столкнулись ВАЗ-2112 и Хендай Акцент. Госавтоинспекторы установили, женщина-водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории от гостиницы Лесная, не предоставила преимущества 12-й, которая двигалась по главной. На заднем сидении Акцента находился ребенок. Мальчик был пристегнут в детском кресле. Это и спасло его от серьезных травм. Тем не менее, малыш все равно пострадал. У него ссадины и гематома. Добавлю, стаж вождения у виновницы аварии небольшой, всего около 4 месяцев. Учитывая, что на этом перекрестке аварии случаются нередко, сегодня Александр Бреднев предложил на Космонавтов Холмогорска установить светофор или разрешить поворот только налево. Директор ДРСУ отметил, это хоть будет и неудобно для водителей, зато безопасно. С этого месяца в России появилось новое наказание за неуплату административного штрафа. Неплательщикам придется отрабатывать, то есть сделать что-нибудь полезное для общества. Закон вводит до 50 часов обязательных работ за просрочку штрафа. Работать придется вечерами 2 часа, либо 4, если разрешит суд. По выходным можно трудиться и по 4 часа. Вид обязательных работ и место для отбывания наказания будут определять судебные приставы. Контролировать искупление вины тоже будут они. За просрочку административного штрафа грозит штраф в двойном размере от предыдущего или арест до 15 суток. Попасть под арест можно из-за нарушения тишины в ночное время и за проколку с собакой без намордника. А вот уклониться от отработки не получится. Задолжавший человек может быть объявлен в розыск, а его фото появится в газетах, интернете и на ТВ. Злоупотреблений со стороны управляющих компаний ТСЖ должно стать меньше. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила по управлению многоквартирными домами, обязывающие коммунальщиков согласовывать каждый свой шаг с жильцами, а также регулярно предоставлять им отчеты о проделанной работе. Чем управляющая компания должна заниматься, отныне указано четко и ясно. Как говорится в документе, каждое свое действие, будь то заключение контракта с ресурсосберегающими организациями, проведение ремонта или повышение платы, управляющая организация должна в обязательном порядке согласовывать с жильцами, проведя общее собрание. Кроме того, коммунальщики отныне должны регулярно отчитываться перед жильцами о проделанной работе. Следить за соблюдением этих правил будут Государственные жилищные инспекции и Роспотребнадзор, куда людям можно пожаловаться на свои управляющие компании. Злостных нарушителей ждет штраф или лишение лицензии. С 25 мая, то есть уже в эту субботу, планируется отключить уличное освещение. Об этом говорили сегодня в администрации города на Совете директоров. Кроме того, на заседании обсуждался чуть ли не самый злободневный сейчас для ноябрьска вопрос, а именно то, что городские дороги растаяли вместе со снегом. Первый замглавы предложил дорожникам совместно с ГИБДД определить наиболее опасные участки дорог и привести их в порядок. Дорожники говорят, что уже взялись за дело и принялись за ямочный ремонт. В республике мы начали, так как бы в самую первую очередь. Сегодня как бы ямы большие заделываем на Мира, завтра на Ленина, а потом на энтузиастов. На энтузиастов перейдем на Шевченко, там уже гарантий не закончился. Там заделаем, по промзоне я проехал, ну да, там дорога убитая, скажем так. Но стиральная доска, такому, чтобы там было где-то уж так угрожало безопасности дорожного движения, там нету такого. Да, ее нужно полностью делать реконструкцию. Да, ездить очень плохо и очень некомфортно, но в принципе ничего страшного, особо страшного там нет. В России сегодня одна из самых востребованных профессий – это рабочий. В Ноябрьске, в частности, огромный дефицит строителей. И это сказалось даже на окружном конкурсе профмастерства «Строитель Ямала-2013». Его организаторы – некоммерческое партнерство строителей Ямала, которые впервые решили устроить состязание в Ноябрьске. Нашли всего пять компаний, не побоявшихся выставить своих мастеров на соревнования. Правда, накануне конкурса одна команда выбыла из строя. Остались бригады «Риэлт Аляска», «Гелиус», «Северстрой» и «УЖХ». И задачу им предстояло выполнить непростую. Подробности у Ирины Потехиной. В этом году ямальские профессионалы-строители выбирают лучших штукатуров маляров. И первая новость мероприятия – это то, что в выбывательском представлении сугубо женская профессия маляра здесь оказалась представлена в основном сильной половиной человечества. Из четырех звеньев лишь в двух от «УЖХ» и компании «Гелиус» присутствовали дамы. Причем в «УЖХ» миниатюрная Наталья Габидулина мастерски не только выравнивала стены, но и руководила своими, как выяснилось, помощниками. Двое мужчин, про которых обычно говорят «косая сажень» в плечах, по ее команде носили цемент, месили раствор, устанавливали уровень. В общем, задолго до окончания соревнований почти все зрительские симпатии были уже на стороне Натальи. Кстати, нюанс, который известен только профессионалам и который добавил сложности конкурсантам. Оказывается, песок у нас такой, что раствор из него получается тяжелый, и его, говоря языком штукатуров, трудно тянуть по стене, то есть выравнивать. А между тем, задача поставлена непростая. Участок стены площадью 20 квадратных метров сделать почти идеально ровным. Максимально допустимое отклонение по вертикали на всю высоту 15 миллиметров. За любые другие отклонения – снижение баллов. Если отсутствует, допустим, просветы по четвертому 25 баллов, если есть один просвет, 20 баллов, 2, 15 и так далее. Если по вертикали один отсутствует отклонение – 25 баллов, если есть отклонение – на 5 баллов ниже. Цемента для конкурса потребовалось много. Стена, которая досталась для отделки штукатуром малярам, а это в будущем новом здании УВД, очень нуждалась в корректировке. Возводили ее практиканты, а посему теперь только строителям со стажем под силу исправить внушительные огрехи молодых коллег. В итоге в конкурсе победила бригада компании «Риэлт Аляска». Ей в будущем представлять Ноябрьск на соревнованиях в Салихарде, где только за участие награда 50 тысяч рублей. Здесь же всех конкурсантов поощрили призами из бытовой электроники. Правда, организаторы мероприятия надеются, что все материальные ценности – это не главное, ради чего все это устраивалось и происходит. Мы надеемся, что проведение таких конкурсов привлекает молодежь, строителей, поднимает престиж за большие профессии. Ну и сам дух проведения конкурса, он продолжительное время остается в организации. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Далее в выпуске новости спорта. В этот четверг стартует традиционный футбольный турнир «Двор без наркотиков», спонсором которого выступает «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». Участие в соревнованиях в этом году примут 32 любительские команды. Игры будут проходить сразу на трех площадках – возле третьей и шестой школы, а также на вечно зеленом поле «Газпромнефть». Все участники турнира получат призы. У нас в этом году даже будет 26 числа проходить лотереи для болельщиков. Будет разыгран айпад, будут другие ценные призы, так что приглашаемся их на футбол. Грациозные пазы, завораживающая пластика и спортивный азарт. В «Ноябрьске» прошел настоящий праздник танца. Так организаторы назвали новый фестиваль. В его рамках юные воспитанники секции спортивных бальных танцев спорткомплекса «Зенит» посоревновались между собой, а опытные танцоры показали, на что способны они. Генеральным спонсором праздника выступило предприятие «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». Подробности у Кирилла Мигеля. Полгода занятий и результат налицо. Секция спортивных бальных танцев спорткомплекса «Зенит» свои двери распахнула только в декабре. А преподавателям и воспитанникам уже есть чем похвастать. Самбо, ча-ча-ча и медленный вальс. Уже после первых «Па» детям удалось удивить гостей. Конечно, сердце встрепенулось, встрепенулось от радости, потому что настолько они милые, красивые, хорошенькие. И анализируя, например, взрослую жизнь, мы понимаем, каким вызов могут достичь эти дети. Сейчас в секции спортивных бальных танцев занимаются порядка 40 детей. В основном это девочки. Загнать в танцевальный класс мальчишек – задача не из легких, говорит руководитель коллектива. Поэтому состязаться юным танцовщицам пришлось в номинации «Соло». В сентябре у нас будет проводиться новый набор. Будем рады видеть всех желающих. Принимаем детей от 4 лет. А также в группу «Хобби-класс» идет активный набор. То есть это те взрослые, уже состоящиеся люди, которые хотят заниматься танцами. Параллельно Ирина Венглер руководит и челябинским танцевальным коллективом «Адастра», что в переводе с латинского – «к звездам». Именно этой группе выпала почетная миссия оценивать выступления подрастающего поколения. Кто знает, может быть и среди этих малышей есть будущие звездочки, которые однажды засияют на небосводе спортивных бальных танцев. Будет ли их путь усыпан розами, или же придется идти через стерни и покажет время. Но во всяком случае потенциал у детей есть. Они очень милые, они стараются, они прям тянутся, стать лучше, стать похожими на более взрослых ребят. И это прекрасно. В любом конкурсе должен быть победитель, но бывает и когда нет проигравших. Праздник танца – это как раз такой случай. Приз за участие получил каждый ребенок, а вот гран-при фестиваля, как и положено, один. И достался он Дарье Козыревой. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. Таковы новости вторника. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 22 мая в Сельхарде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, температура 9 градусов выше нуля. В Муравленко пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура 13 градусов тепла. В ноябре с трёбочным, временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура плюс 13 градусов.